Это потрясающе красивая пара. Это младшие лидеры группы Сергей и Виктория Мартынец. Приветствую! Всем добрый вечер! Добрый день! Всем здравствуйте! Меня слышно хорошо? Как вообще? Не замерзли, нет? Замерзли! Может зарядку сделаем? Поприседаем? Давайте? Поднимаемся все! Я вам покажу пару движений. Я в прошлом бармен. Бутылки бросать не будем, но сделаем такую хорошую зарядку. Знаете, вот когда-то я увидел на одном из тренингов, когда сказали, вот нужно вот так себя хлопать по попе. Это хорошая мотивация. Поэтому можете себе хорошо так похлопать. Это разогревает. А еще я знаю, что хорошо разогревает приседания. Поэтому, если есть возможность, можно поприседать. Это самые большие наши мышцы. И они дадут вам энергию буквально через несколько секунд. Можно, если засиделись, повернуться влево всем, да? А ну поверните все влево. Сделать массаж. Рядом с вами. Попассажировать чуть-чуть, расслабиться. Теперь тех, кто... Поворачиваемся в другую сторону другому человеку. Так, чтобы всех досталось. Немножечко замерзли, но нормально все. А теперь... Внимание! Теперь возьмитесь за руки и скажите, мы не секта. Ну хорошо, друзья, повеселились немножко. Я надеюсь, согрелись. У нас... Да, у нас важная тема. И у меня... Сегодня нас просили... Ну дать какое-то, наверное, видение. Показать, почему ЛР, почему на рынке сейчас очень большое количество компаний, да? Много предложений, как разобраться. Как разобраться в бесконечном потоке компаний, которые... Многие компании, к сожалению, они не совсем легальны, не совсем честны, многих обманывают. Конечно же, хотелось бы в двух словах рассказать, кто мы, почему мы в ЛР. Так, не в ту сторону, да? О, вот так. Кто не знает, кто вообще видит нас в первый раз? Есть такие люди? Очень приятно. Меня зовут Сергей, это моя Виктория, моя супруга. Мы, в принципе, можно сказать, из шоу-бизнеса в какой-то степени. Потому что я работал барменом с 2000 года, и вот так выглядела моя жизнь. Потому что какое-то время я начал заниматься флэрингом. Это искусство бросания бутылок. Знаете, вот видели, наверное, в барах, кто любит гулять. Вы видели, как бармены подбрасывают бутылки и еще их ловят. Во время приготовления коктейлей. Вот, в принципе, мне понадобилось 7 лет, чтобы стать чемпионом Украины по флэрингу. И в Италии я занял 6 место на международном конкурсе. И вы знаете, это большой спорт. Есть в зале спортсмены? Есть. Друзья, я думаю, вы понимаете, да? Как никто другой, чтобы стать чемпионом, нужно как минимум 5 лет. Это самый минимум. Ну, в основном, конечно, нужно больше времени. Я вам скажу, наш бизнес не исключение. Здесь нужно тоже время. И если у вас есть опыт в спорте, то у вас есть очень хорошая возможность добиться большого успеха в бизнесе с СЛМ. Немножко позже я превратил... Что же я хочу в другую сторону? Немножко позже я превратил, скажем так, свой успех в кругу барменов, да? Мы сделали с товарищем такой небольшой выездной бар. Сейчас мой коллега работает в Индии. Он барменеджер сети заведений. Ну, так получилось, что пришлось найти других партнеров. И мы занимаемся выездными барами, бармен-шоу, пирамидами из бокалов шампанского. Это очень востребовано во времена не кризиса. Во время кризиса, конечно же, наш бизнес начал приносить намного меньше прибыли. И этот бизнес не работает без меня. Поэтому мы были всегда открыты к новым предложениям. И где-то лет... Где-то 4,5-5 лет назад мы познакомились с индустрией МЛМ. Ну, Виктория, может, о себе сама расскажет? Я так хотела послушать, что ты хорошего обо мне скажешь? Ну, я потом. Ну, хорошо, окей. Виктория у меня... Она танцовщица. По ней это видно, да? Она танцует с детства. Она танцует всегда. И с 7 лет, насколько я помню, да? С 7 лет она танцевала. И до сих пор у нее есть даже вот такая вот стойка. И мы иногда даже улыбаемся в этом плане. Ну, она работала в разных заведениях. У нее был коллектив. У нас есть такой крупный клуб опера. Она руководила девчонками. Потом она вывозила свой коллектив куда-то в другие места работать. В этой сфере она, ну, в принципе, тоже давно. И если обратите внимание, есть, допустим, слайд, где она также заборная стойка. И она... Виктория в 2008 году стала чемпионкой Украины по флэрингу среди девушек. Конечно, в этом есть моя заслуга. Но, в основном, конечно, то, что у нее очень хорошая координация. Она очень послушная. Да, и немножко позже мы сделали тандем. И даже у нас было 7 выступлений, я помню, на публику. Это было очень, конечно, страшно. Несмотря на то, что она девушка, она это делала лучше. Ну, у нас была школа барменовая. Я видел, как парни преуспевают. То она это делала, ну, лучше, чем большинство парней. Благодаря как раз координации, которую она приобрела 7 лет танцуя. Вот, в принципе, как в нашем бизнесе тоже какие-то навыки вам могут понадобиться. Не то, что вам понадобиться, а помочь. Если у вас есть навыки работать с людьми – супер. Если у вас есть навыки продаж – супер. Если вы предприниматель – супер. Если у вас этих навыков нет – супер. Потому что вы их приобретете, и они вам понадобятся везде, чем бы вы ни занимались. Вот, но, как обещал, я расскажу, да, как мы пришли в индустрию MLM. Когда-то мне здесь в зале сидит Александр. Это мой хороший друг, с которым мы учились в аспирантуре. Когда-то он приехал, как потом он признался, он полчаса сидел в машине, и он думал, как же Сергею предложить этот бизнес. Мы с ним пообщались. Я, конечно, сказал, что я все знаю, все понятно, кружочки какие-то. Но ровно через два часа мне стало, в принципе, я забыл все, о чем мы говорили. И только ради уважения к этому человеку, потому что действительно я его уважал, я пошел на мероприятие компании. Это была крупная американская компания. Я так, знаете, на это все дело смотрел. Ну, большинство людей какие-то, ну, не совсем тех, с которыми я хотел бы быть. Да, на сцене был человек, который действительно преуспел. Было видно, что это человек с деньгами, он приехал на хорошей машине. У него все в порядке, было видно это. Я понял, что в этом бизнесе есть деньги, но, наверное, это не для меня. Большинство из вас, я думаю, также задумывались, когда попадали в первый раз в что-то подобное. Конечно, я был с какими-то, ну, у меня были какие-то вопросы, но эти вопросы, как правило, они отпадали ближайшие там через два-три часа, все ушло, и я уже опять вернулся в свою жизнь. Но я послушал одну запись «Секреты миллиардеров». Это была запись Алексея Луконина. Кто ее слушал? Есть такие люди. И эта запись, она меня составила как-то немножко по-другому посмотреть на это все дело. И спасибо Саше большое, что я стал на путь, наверное, вот саморазвития. До этого я не читал особо книг, несмотря на то, что учился в аспирантуре. Я читал в основном литературу по своему делу, но я никогда не читал книг по развитию, по бизнесу, по финансам. И вот благодаря этой записи, благодаря Саше, я стал на путь развития. И я прочитал книгу «Квадран денежного потока», вернее, прослушал ее аудио-вариант. Я не мог осилить, она там, по-моему, 9 часов. Я поехал на рыбалку, клево не было. И я слушал эту книгу, слушал, у меня уши болели, потому что это был плеер. И вы знаете, эта книга, она просто перевернула мое мышление. Кто не читал эту книгу, я вам рекомендую. Это из серии «Квадран денежного потока», из серии «Богатый папа, бедный папа». Это вторая книга. Я вам рекомендую прочитать и первую, и вторую. И после этого я понял, что сетевой бизнес – это такой же бизнес, как и другой. И это одна из возможностей попасть в именно тот квадрант, в котором находятся все предприниматели и владельцы крупного бизнеса. Конечно же, на рынке очень много было компаний. И тот опыт, который у меня был 5 лет назад, у нас с женой мы не смогли преуспеть той компании, потому что компания супер, все классно, но на рынке она уже более 15 лет. И понятно, что на насыщенном рынке было очень тяжело строить бизнес, но и у нас не получилось. И со временем мы как-то стали более открыты. У нас была небольшая команда, но мы искали возможности. И ЛР – это была для меня не новинка. Я наблюдал за развитием компаний в России, наблюдал за развитием компаний в других странах. Я понимал, что будет развитие в Украине. А вы знаете, да, как-то я не могу переключить слайд. Я был уже готов к ЛР, потому что я был подписан на блог Андрея Веденьева, на блог Генриха Эрнмана. Я смотрел много видеоуроков. То есть я в этой индустрии очень много разбирался. И за эти 4 года, пока я был в этой компании, я очень много изучил информации. Я научился отличать достойные компании от недостойных. Я научился отличать финансовые пирамиды от сетевых компаний. И сегодня хотел бы поделиться небольшим своим опытом. Потому что зачастую… Какое отношение у людей к МЛМ, к сетевому маркетингу? Какое? Негативное, правда? Негативное. Почему? Они его не знают. Боятся, не знают. Может быть, кто-то навязчиво что-то продавал им, да? И давайте пройдем такой эксперимент. В зале есть милиционеры? Есть. Какое отношение к милиционерам? Не очень, да? А в зале есть врачи? Есть. Какое отношение к врачам? Уважительно. Ну тоже бывает не очень. В зале есть бармены? Есть. Какое отношение к барменам? Ну зачастую говорят, бармен не наливают, что-то смешивают, что-то… Ну вы знаете, да? И я вам скажу, чем бы вы ни занимались, найдутся люди, которые будут относиться к этому, ну мягко сказать, не очень хорошо. Тем не менее, если разобраться глубже, да, то к сетевому бизнесу, если вы почитаете книги, да, вы поймете, что… Не клацает у меня слайды. Вы поймете, что это индустрия, которая работает уже 55 лет, даже больше, которая делает огромные обороты. Сегодня Андрей Черенко нам об этом показал слайд. И если вы правильно будете читать правильную литературу, если вы будете смотреть достоверные источники, вы разберетесь, что в этой индустрии огромные деньги. Но нужно их просто оттуда забрать. И сейчас нам помогут. Со слайдами я вам скажу, очень много компаний, которые сейчас есть на рынке, к большому сожалению, они пришли сюда ненадолго. И вы знаете, благодаря таким компаниям вот как раз формируются отношения, отношения к нашему бизнесу. Часто эти компании называются сетевыми, по большому счету они не имеют никакого отношения к сетевым, просто у них похожая схема. Я думаю, вы все слышали про такую компанию, вернее, такую финансовую пирамиду, как МММ, да? Все мы напуганы, все мы знаем, что это финансовая пирамида. И многие... А кто вообще в первую МММ вкладывал деньги? Есть такие? Есть. Но я... Как-то я поражался, но когда появилась МММ-2011, очень многие люди туда тоже вложили деньги. Почему это происходит? Почему люди, зная, что это финансовая пирамида, что это риск, они могут потерять деньги, они все равно вкладывают деньги? Повторяю. Потому что они не хотят работать. Потому что хотят халяву. Правильно? Но мы так устроены. Поймите, пока будет спрос, будет предложение. Пока мы будем хотеть быстрых, легких денег, пока будут такие компании. Знаете, финансовых пирамид таких откровенных сейчас не так-то много, да, и они все в основном... У меня там есть слайды, вам покажу. В основном сейчас это все переместилось в интернет, да, люди стали более образованными, и они понимают, что это финансовая пирамида, потому что нет товара. Правда? В финансовых пирамидах нет товара. Они предлагают заработать за счет вкладов у каких-то людей. В МЛМ, в сетевом маркетинге, есть товар. И мы зарабатываем от товарооборота. То есть в каждую баночку, в каждую скляночку заложен какой-то небольшой процентик выплаты нам, комиссионные, да. И как раз вот этот небольшой процентик, мы с этого зарабатываем. То есть мы иногда общаясь с людьми, люди просто не понимают, что мне без разницы подпишется человек или нет. Мне очень важно, какой товарооборот будет делать этот человек, какую группу он сможет построить. И именно поэтому люди как-то, большинство людей не понимают, не понимают в чем разница. Я для вас подготовил слайды, как отличить как раз хорошую компанию от нехорошей. Я думаю, сейчас к нам придет техника, он это все сделает. А может можно, ребят, может можно там пробел нажмите, может переключить. У нас опять подвесли слайды. Все, другие не нажимаем. Когда-то я прослушал очень такой интересный тренинг, наверное, да. И потом я это встречал во многих книгах насчет нашего окружения. Да, очень важно, на наш успех влияет окружение, правда? В каком окружении мы находимся, ну и со временем мы такими становимся. Попробуй, да? О, супер. Спасибо. О окружении мы немножко позже поговорим. Итак, сетевой маркетинг. Да, сегодня моя тема сетевой маркетинг. Бизнес, который работает уже 55 лет, во многих странах он считается одной из самых эффективных моделей продвижения товаров. В наших странах ему не так много, и первая компания это была Herbalife. И если помните, вот эти значки, хочешь похудеть, спроси меня, как? Помните, да? И как раз вот эти агрессивные методы, у многих сложилось такое впечатление, что сетевой маркетинг это что-то нехорошее, где нужно приставать, где нужно что-то кому-то продавать и так далее. Сегодняшний сетевой маркетинг это немножко другое занятие, и большинство людей, которые сидят в этом зале, таким не занимаются. Да, сейчас у нас позиция отбора, мы никого не уговариваем, мы никому ничего не пытаемся продать, если человек этого не хочет. Что говорят бизнесмены в сетевом маркетинге, да? Этот слайд я очень часто показывал раньше на презентациях, хочу вам тоже озвучить. Дональд Трамп, все знают Дональда Трампа? Ну не лично, знаю, да, это очень такой успешный миллиардер, мультимиллиардер. И как-то на одном из шоу, это шоу Опры, насколько я знаю, у него спросили, если бы вы потеряли все свое богатство, с чего бы вы начали? И он сказал, вы знаете, я бы нашел бы сетевую компанию в начале ее развития и начал бы с ней сотрудничество. На что весь зал начал смеяться? Он выдержал паузу и сказал, вот именно поэтому вы сидите там, а я здесь. Допустим, Варрен Баффет считает одной из, это самый известный инвестор, он считает одной из самых успешных своих инвестиций, инвестиций в сетевую компанию. Да, если, допустим, Билл Гейтс говорил, что через какое-то время останется несколько видов компаний. Компании, которые представлены в интернете, компании, которые партнерские, то есть в том числе и компании сетевые, ну и компании, которые умирающие. Поэтому, допустим, Роберт Киосаки, он говорил, что богатые люди строят сети, бедные ищут работу. Поэтому ничего плохого в сетевом маркетинге лично я не вижу, но я вижу плохое в не очень хороших компаниях, об этом я сегодня еще расскажу. Давайте посмотрим на цифры. Знаете, со временем я научился руководствоваться не мнением других, а фактами. Факты – это то, что можно проверить. Сегодня покажу несколько вариантов, как проверить эти все факты. Ну, во-первых, количество людей, которые заняты в области прямых продаж, то есть и в сетевом маркетинге, в частности. Посмотрите, это количество постоянно растет. Товарооборот – это рост объемов продаж в мире. Сегодня Андрей Очеренко показал нам последнюю цифру, да, это было 178 миллиардов долларов. Это огромные деньги. И сказать после этого, что это не бизнес, это как минимум глупо. Согласны? Ну, я хочу вам дать сегодня такую вещь, которая, ну, это самый простой момент, как можно проверить компанию. Я знаю, что вам будет сыпаться куча предложений. Если вы очень активны, особенно в интернете, вам будет чуть ли не каждый день предлагать что-то. Как проверить компанию? Если у вас кто-то есть, ваши знакомые, которые случайно, они попали в какую-то, ну, финансовую пирамиду, или, может быть, какой-то недолгострочный проект, вы можете им помочь. Вы можете им объяснить, показать, показать возможности, действительно, которые сейчас есть у нас в компании «ЛМ». Есть такая ассоциация прямых продаж, международная ассоциация прямых продаж, в которую входит, она работает уже с 1978 года, и это объединились солидные крупные компании, которые решили как-то защитить свой бизнес, и они начали принимать в эту ассоциацию со временем, ну, достойные компании. То есть, как минимум, если компания попала в эту ассоциацию, то это уже хороший звоночек о том, что компания, ну, нормальная. Поэтому вы можете в эту ассоциацию просто обратиться, вот вы видите, да, здесь есть член этой ассоциации, и «ЛР» является как раз одним из них. Вы можете это проверить, сегодня у нас есть Google, вы можете в интернете вбить «Ассоциация прямых продаж». В каждой стране крупная есть тоже своя ассоциация, и, допустим, компания «ЛР» входит в европейскую ассоциацию, в российскую, в украинскую, еще пока нет, потому что это требует времени. И, ну, компания, как вы знаете, не так давно у нас в Украине. Поэтому, как минимум, если вам что-то предлагают, вы должны узнать, есть ли эта компания в ассоциации прямых продаж. Очень важные моменты, сегодня расскажет Виктория, на что нужно обратить внимание, да, когда вы выбираете компанию. Я хочу вам показать вот такой вот слайд, вот буквально сегодня утром его сюда врезал, я просто был поражен, почему люди на вот это вот все клюют. Почему? Ну, потому что, наверное, хотят легких денег, да, мегапроект, миллионы выбирают нас, вклады, такие-то, ну, я не знаю, вот такие вот вещи, и они привлекают людей. Но со временем вы понимаете, что это не MLM, и мне просто иногда обидно, что люди путают, люди путают просто эти два понятия, да, вот, какую-то финансовую пирамиду и MLM. Сейчас очень много компаний, очень сложно определить, это финансовая пирамида или нет, очень много завуалированных финансовых пирамид, тех компаний, которые якобы имеют продукт, якобы у них все хорошо. Но если немножко разобраться глубже, вы поймете, что это компания, с которой, ну, скорее всего, не получится у вас долго сотрудничать. Есть такие вот прям целые команды людей, которые вот они бегают с одной компанией в другую, через три месяца появилась новая, через шесть месяцев еще одна. И это люди, которые, в принципе, зарабатывают свои деньги. Но за счет чего? За счет того, что большинство людей теряет деньги. И я хочу передать слово Виктории, она, наверное, более подробно расскажет о факторах, как вообще выбрать компанию. Да, и вы поймете, что ЛР, как раз это наш выбор был неспроста. Мы в этом разбирались, мы очень много информации изучили перед тем, как принять решение. И мы поняли, что это на сегодняшний день в Украине это лучшее предложение в сфере сетевого маркетинга. Поэтому, пожалуйста, послушайте мою жену Викторию. Я, на самом деле, уже, наверное, повторюсь, потому что нам сегодня Евгений Пономаренко все очень доступно и четко рассказал и показал о преимуществах, да? Я немножечко повторюсь. Итак, легальность компании, это то, о чем говорил Сергей, это то, на что мы обращаем внимание, и когда к нам идут с какими-то предложениями другими, мы, как говорил Сергей, оперируем какими-то фактами. И легальность, это самое первое, самое важное, то, что компания находится на рынке Украины официально, легально. То, что, знаете, мы считаем, что недостаточно, некоторые компании тоже платят налог, да, в Украине. Но это не значит, что они легальные, потому что тоже учитывается момент, как выплачивает компания вам деньги, платите ли вы налог за то, что вы получаете, да, ну, свои бонусы. Вот, это один из таких важных моментов. Возраст компании тоже имеет большое значение, если, знаете, мы когда общаемся с некоторыми из других сетевых компаний, в кавычках, они очень часто говорят, что вот через год ты забудешь про свой ЛР и придешь к нам. Ну, только вот, главное вовремя сделай этот шаг. Ну, я говорю, что, ну, хорошо, мне еще часто Сергей помогает, мы там, иногда входим, нас цепляет, мы входим в какие-то дискуссии, но потом понимаем, что это просто попусту теряем свое время. Вот, и спустя год мы смело можем написать, ну что, что поменялось в своей жизни, вы компания номер один, и вы знаете, очень часто люди меняют свое мнение, и вот тот момент, о котором мы говорим, они говорят, что я вообще ничего не хочу слышать о сетевом бизнесе, потому что человек наступил на какие-то грабли, получил пол, понял, что это все не работает, и, в общем, да, все обобщил, все сетевые компании, и в итоге я сделал вывод, что все это не работает. И с такими людьми... Я накладывала, да, наперед? Ой. Ну, давайте так, я просто немножко волнуюсь, и у меня сейчас все мысли, где мой ребенок, потому что бабушка здесь, а все нормально, да? Как-то я разволновалась. Вот, продукт компании, да, очень спасибо большое за поддержку. Продукт компании, это то, что мы проверили на себе, да, это то, что я могу смело, открыто говорить, чем я пользовалась, какие отзывы я могу сказать, потому что, в первую очередь, если продукт, или продукта нет, или продукт плохой, то, вот, понятное дело, что это никому не нужно, ну, согласитесь. Танцевать, или что? Поэтому продукт мы попробовали с Сергеем, это придало нам какой-то уверенности в компании, вот, и поэтому это вот такой очень важный момент. Итак, есть некоторые факторы, что этот продукт расходуемый, он требуется, да, каждому человеку и всегда. То есть зубы чистят все, моемся мы все, голову моем, парфюмами пользуемся, женщины пользуются косметикой, притом она у нас есть абсолютно разная. Это все продукт расходуемый и постоянно требуется, да, ну, то есть на постоянной основе, скажем так. Он по цене, сегодня нам говорил Евгений Пономаренко о том, что цена у нас сейчас вообще идеальная для нынешнего момента в нашей стране, когда я говорю, знаете, все равно найдутся разные люди, которые скажут, что это и дорого, найдутся люди, которые скажут, что это дешево, но, как показывает наша ситуация в стране, мы понимаем, что сейчас цена-качество вообще, мы просто можем конкурировать с любыми позициями. Вот, маркетинговый план, вы знаете, если кто-то разбирается в том, какие они вообще существуют в сетевых компаниях, если вы не разбираетесь, то я вам советую немножечко в этом покопаться и подсчитать информацию. У нас классический маркетинг-план. Сегодня Евгений Пономаренко еще раз, да, говорил о том, что мы получаем прибыль с любой глубины. Он, вот Сергей у меня с цифрами больше дружит, он у нас классический, многоуровневый, с отрывом. Выучила. Я больше так, по эмоциям. И, конечно же, система обучения от компании. Это очень важный момент. То, что, знаете, помимо того, что дает нам компания, мы еще там не были, мы очень хотим туда попасть, в Германию, да, на производство, хотим все увидеть своими глазами. Об этом мы очень много слышали от наших спонсоров, да, от тех людей, которые нас пригласили в этот бизнес. Вот, но есть еще определенные узкие обучения, да, то есть у вас на любом уровне компания дает вам нужную информацию. То есть если вы пока один или вас двое, то у вас определенные должны быть навыки для построения бизнеса. Если у вас уже достаточно большая команда, то, понятное дело, вам нужно уже что-то делать, и что-то нужно делать другое. Есть такой момент, то, что мы сегодня с Сергеем вот так готовили, это окружение, и на самом деле это самый важный момент, который для нас является таким, ну, главным фактором. Очень важно тот, кто находится рядом с вами. Мы, вот Сергей хотел рассказать, но не рассказал о том, что он вообще сам из села, и по мере там своего переселения, там, да, из одного села там в более там какой-то микрорайон, да, потом из микрорайона в город, он постоянно менял свое окружение, и он очень хотел рассказать о том, что окружайте себя, во-первых, позитивом. Это то, что нам сейчас очень нужно, согласитесь? Мы сейчас не говорим о том, что что-то плохое в стране происходит. И вы знаете, мы с Сергеем, когда были у знакомых и пообщались на тему того, что все плохо, мы вышли, сели в машину и понимаем, что нам самим как-то стало вот, ну, не по себе. Мы стараемся не смотреть новости, мы стараемся как-то абстрагироваться, тем более малыш, он забирает много времени, внимания и слава Богу, потому что этот прессинг, он, вы знаете, как-то давит. Мы поменяли наше окружение, и я хочу об этом сказать сейчас. У нас наши спонсоры, Андрей и Евгения, спасибо вам большое за то, что вы нас пригласили, да, в компанию ЛР. Мы учимся у этих людей, мы перед ним стараемся перенимать опыт, мы идем своими шагами, может быть, не так быстро, может быть, наоборот, ну, кто как считает. И вот, ну, я очень благодарна, ну, я не знаю, у меня как-то даже не хватает слов, чтобы выразить эту благодарность. Вы знаете, поменяйте свое окружение, я думаю, что вы увидите, как у вас в жизни все начнет меняться. Такой как-то, мы с Сергеем вчера вспоминали такой анекдот, знаете, сидит такая группка людей, ну, скажем, в грязи вот так, по нос, и все сидят, тишина, одни глаза. И тут один такой, так, все надоело, хватит, надо выбираться, надо что-то делать, менять. И, в общем, он начал на такой барахтываться, пошла такая волна, и все так, тихо, не гони волну, сиди. И вы знаете, я хочу вам сказать, что выберитесь из этой лужи, поменяйте свое окружение, посмотрите на того, с кем вы общаетесь, да, хотите ли вы так жить с теми, кто вам дает какие-то советы или рекомендации, посмотрите, да, как живут эти люди. Если да, то спросите, как они это делают. Я думаю, что ЛР нам это все дает. И окружение, и позитив, и зарабатывать, ну, вообще, и команду, и мы как-то все тут дружелюбные, мы тут все породнились, сидит крестный, вышел, да, крестный моего сына, сидит моя кума, я крестила, да, сидит моя мама, сидят мои друзья с работы. Очень много, ну, то есть, и очень много новых приобретенных людей. Поэтому сетевой бизнес дал нам хорошую возможность иметь то, о чем я только что сказала. Спасибо большое, извините, я очень волновалась. Молодец! Действительно, мы как-то сегодня очень сильно волновались. Видите, у нас техника нас подводит. Мы постарались, конечно, какое-то видение картинку дать. Понятно, что мы готовили другую тему. Сейчас после нас будут люди, которых нужно очень...